Глава первая Задним глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек. Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелью, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сели. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые отодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками. Никуда не годная, истасканная обувь. Вся эта рвань свалена в кучи, перемята, вспуталась, гниет и издает удушливый запах. На хламе, всегда с трубкой в зубах, лежит сторож Никита. Старый отстанной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос. Он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная, и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу всех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка. Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубой окраской. Потолок закопчен, как в курной избе. Ясно, что здесь зимой дымят печи и бывают угарны. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист, воняет кислую капустой, фитильную гарью, клопами и аммиаком. И эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец. В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это сумасшедшие. Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий, худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и заплаканными глазами, сидит под перёв голову и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь. В разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьёт он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка. За ним следует маленький, живой, очень подвизный старик, с острой бородкой и чёрными кудрявыми, как у негра, волосами. Днём он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, свистывает, тихо поёт и хихикает. Детскую весёлость и живой характер проявляет он и ночью, когда встаёт за тем, чтобы помолиться Богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Моисейк, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская. Из всех обитателей палаты номер шесть, только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется изданно. Вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окружённым мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном клопаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом – хлеба, в третьем – копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Всё, что он приносит с собой, отбирают у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете. Моисейка любит услуживать. Он подаёт товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечку и сшить по новой шапке. Он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны – паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны – Громову. Иван Дмитриевич Громов, мужчина лет 33, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для эмоционы. Сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или клика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться, не за ним ли это идут, не его ли ищут. И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение. Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Гримасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо, глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны. И в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать, желает им спокойной ночи. Кроме постоянного напряженного состояния и гримасничения, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное. Но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо стряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, прывисто и не всегда понятна. Но зато в ней слышится и в словах, и в голосе что-то трезвичайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочная, нескладная попури из старых, но еще не допетых песен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!